Друзья, с вами когда-либо случалось такое, что вы купили новую пару джинс, и уже через некоторое время пятка начинает затираться. Суть в том, парни, что ваши джинсы слишком длинные. Да, конечно, их можно отнести партному, чтобы он это все исправил. Но это может встать в копеечку, если вам надо исправить много пар. И вообще мужчина должен быть самодостаточен. Поэтому сегодня в видео я расскажу вам, как укоротить свои джинсы дома. Для такого рукоделия вам потребуется швейная машинка, иголки, карандаш для тканей, линейка, ножницы и утюг. Первым делом надо найти идеальную длину джинсов. Подверните штанину, пока она не будет идеальной длины. Лучше не делать этого без обуви, потому что можно подобрать неправильную длину. Вы можете слишком сильно укоротить, и это уже не исправить. Или оставить слишком длинными. Тогда все придется повторить. Главное, помните старое правило. Семь раз отмерь, один отрежь. Какой длины должны быть джинсы? Лично мне нравятся джинсы с четвертью складки или с полной складкой. Наконец, когда вы определились с длиной, то не забудьте сперва закрепить ее иголкой, а лишь затем снимать штаны. На этом этапе вам придется выбрать шов, классический или простой. У них обоих есть как преимущества, так и недостатки. Сегодня в видео я покажу оба. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и ВКонтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Первый метод это классический. Многим нравится этот стиль, но нет, он может выглядеть неуклюже, если он пошит не идеально. Что же вам надо сделать? Это измерить шов, скажем, сантиметр. Затем возьмите карандаш и нарисуйте горизонтальную линию на один сантиметр от края джинсов. Затем надо так разместить край джинсов, чтобы изначальный край идеально вложился на нарисованную линию. Далее закрепите ткань, начиная со шва, потому что швы должны совпадать идеально. Иначе может случиться вот что. Затем зафиксируйте иголки так, чтобы они были от вас, чтобы их было проще вынимать, когда будете сшивать. Пришло время шить. Подберите нитку, которая подходит по цвету, потому что мы хотим, чтобы шов был невидимым. Мы будем использовать прямой шов для укорачивания штонов. Подойдет длина шва по умолчанию. Рекомендую заменить вашу универсальную иглу на специальную по джинсе. Обычная иголка хороша, просто она может сломаться, когда вы работаете с твердой тканью. В зависимости от того, какая у вас швейная машинка, вам может потребоваться убрать некоторые детали, чтобы джинсы поместились в рабочую зону. Разместите джинсы так, чтобы игла была как можно ближе к краю. Для начала сделаете строчку за иголку. Во время сшивания вынимаете иголки и шеете по ровной линии. Не надо ходить зигзагами. На некоторых машинках есть указатель, чтобы вы могли шить по ровной линии. Вы можете столкнуться с проблемой, когда доберетесь до бокового шва. Так как машинке может быть трудно сшивать несколько слоев ткани. Чтобы решить эту проблему, вы можете ослабить каблук и использовать ручное колесо, чтобы медленно пройти трудный участок. Когда вы закончите, закрепите нитку, все готово. У вас может остаться немного лишней ткани, которую вы можете спрятать внутри штанины. Другой вариант – это просто отрезать ее, и затем прошить зигзагом, чтобы она не начала расходиться. После чего надо прогладить шов утюгом. Если все сделано правильно, то финальный результат должен вас порадовать, и сохраните оригинальный стиль джинсов. Следующий способ полегче, он подойдет новичкам, но вы потеряете оригинальный шов. Для начала выверните штаны и проведите горизонтальную линию по той метке, которой вы фиксировали длину. Затем, ниже на 2 сантиметра, проведите еще одну параллельную линию. Отрежьте по ней штанину, после чего заверните край. Это поможет остановить ткань от расхождения. Используйте утюг, чтобы разровнять изгиб. Затем зафиксируйте его иголками, так как мы будем сшивать край джинсов, на которых шов был виден. Подберите нитку, которая будет максимально близкой по цвету к оригинальному шву. Теперь время начинать шить. Выберите длину шва 3,5 миллиметра, чтобы он выглядел как оригинальный шов. Когда будете шить, следите за тем, чтобы игла была примерно 3-4 миллиметра от края. Мы делаем то же самое, что и в предыдущем методе. Делаем строчку за иголку, затем вынимаем иголки по мере сшивания. И, конечно, предельно аккуратно на боковых швах. В конце сделайте пару дополнительных строчек. Все, готово. Результат может немного отличаться от оригинального шва. Но он прекрасно справляется со своей работой. А если честно, то через пару стирок у него появится даже свой характер. Если это слишком много работы, какие есть варианты? Господа, как насчет узнать о пяти способах подворотов для штанов, чтобы выглядеть круто? Смотрите вот в этом вот видео.